Сюжет с так называемой отставкой Якулина достаточно простой. Мы, россияне, увлекшись Западом в последние 20 лет, наделяя несвойственными Западу какими-то функциями положительными, почему-то забыли о том, что там многие институты в негативном режиме работают, в частности СМИ, там всегда провоцировали так называемые утки. То есть что-то вбрасывалось в прессу, кто-то получал дивиденды от этого вброса, а потом ситуация вроде бы возвращалась в привычное русло. То есть средства массовой информации всегда в рыночном либеральном обществе были конкретным механизмом по достижению чьих-то конкретных интересов. И у нас абсолютно та же самая ситуация развивается. Тут есть еще в сюжете с Якуниным и другой интересный аспект. На мой взгляд, сейчас в преддверии киберпротивостояния по всему миру с созданием киберкомандования, в частности в Соединенных Штатах Америки, идут тестовые замеры ситуации. То есть кто-то вбрасывает, причем тут и важен сервер, с которого все это происходило. В данном случае я бы США не стал обвинять, потому что, на мой взгляд, все-таки корни того, что произошло со вбросом против Якунина, они лежат близко где-то к российской власти, или, скажем так, точнее, к отдельным представителям российской власти. А в целом это тест на то, как отреагирует Якунин, как отреагирует Россия, как отреагируют ее соответствующие правоохранительные органы. К большому сожалению, заявлений достаточно жестких после того, как этот вброс произошел со стороны правоохранительных органов было много, но сейчас ситуация куда-то опять ушла, она никому не интересна. Значит, следующая так называемая утка, она будет гораздо более серьезная, и этот вброс может повлиять на ситуацию, на политическую ситуацию, внутриполитическую в России в целом. И наблюдатели со стороны, они, конечно, отслеживают реакции, которые выдает Россия. Если никаких реакций нет, значит, можно усиливать давление вот именно в этом электронном киберсмысле.